Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Энтони Робинс. Разбуди в себе исполина. Книга рассказывает о наиболее эффективных стратегиях и конкретных приемах, пользуясь которыми каждый человек может взять под контроль свои чувства и эмоции, телесное здоровье, финансы, отношения с окружающими людьми. То есть обуздать все силы, играющие его жизнью и судьбой. Выражение признательности. Когда я размышляю над важностью этого проекта, то представляю какого-нибудь прославленного футбольного защитника, который бежит по полю с бешеной скоростью в последней четверти игры. Уверенно и без особых усилий прорывается сквозь толпу футболистов, сгрудившихся вокруг мяча, и, сделав виртуозный, великолепный 50-метровый удар, забивает победный гол. Болельщики подбадривают его приветственными криками, тренеры охвачены глубоким волнением, а сам защитник упивается моментом славы. Однако это произошло благодаря усилиям всей команды. Защитник в данный момент всего лишь герой публики. А в любой игре, в том числе и жизненной, участвует множество игроков, закулисных героев, также охваченных стремлением победить. Никто не помнит случая, чтобы я не нашел нужных слов. Но когда я начал излагать на бумаге чувства, которые испытываю ко многочисленным преданным и удивительно бескорыстным членам семейств, друзьям и помощникам, я растерялся. Весьма трудно установить какую-либо иерархию относительно значимости их вклада в данную работу, так как с самого начала она была действительно результатом усилий всей этой команды. Что касается моей жены, Бекки, моей матери и четверых моих детей, Ярика, Джоша, Джоли и Тайлера, то их любовь является главной моей поддержкой. Для меня нет ничего важнее. Я бесконечно благодарен моим помощникам Динни Тайтл и Карен Рич, этим двум неутомимым труженицам, которые остались верны убеждению, что своей работой мы вносим существенный вклад в общее дело. Когда требовалось, они просиживали ночи напролет вдали от своих семей, сопровождали меня в поездках по стране, сохраняя бодрость духа и солидарность. Эта книга не была бы закончена без их беспримерной преданности. Я выражаю благодарность тем представителям и менеджерам, которые за дня в день трудились на своих местах, чтобы доставить меня в тот или иной город в переполненные людьми помещения для семинаров, и моим помощникам из Personal Development Consultants, которые помогли мне доказать преимущество использования на семинарах видеокассет. Благодарю вас за ваше мужество и самоотверженность. А также благодарю Customer Service Representatives при Robbins Research International, которые вдохновляли потребителей предпринимать какие-либо действия и стремиться к дальнейшему росту. Я благодарен всей моей команде служащих из Robbins Research International в Сан-Диего, которые провели сумасшедшие часы, помогая мне запустить мой метод мозгового штурма и доказать верность моих предположений. Моим партнерам и помощникам, особенно моим дорогим друзьям из Fortune Management за их трогательную веру в мою невероятную программу. Слушателям моих семинаров, которые многому меня научили. Особую благодарность я выражаю вам за участие в занятиях сертификации в 1991 году. За оказанную поддержку, когда я работал ночи напролет более двух недель, чтобы вовремя выпустить эту книгу. Благодарю Эрл Стрампл, чья любовь, дружба и круглосуточная самоотверженная работа по поиску и предоставлению необходимой материальной базы обеспечили мне возможность спокойно работать. Я бесконечно благодарен доктору Роберту Бейсу, моему близкому другу, чья мудрая и бескорыстная любовь помогла мне преодолеть весь этот тернистый путь и чей вклад я всегда высоко ценю. Спасибо Вике Сен-Джордж, истинной жемчужине дружбы. Майклу Хатчинсону, постоянно стремящемуся к самосовершенствованию, я глубоко признателен за взаимопонимание. А также моему лучшему другу Майклу Кейсу. Спасибо, дружище, за юмор и смекалку, сочувствие и поддержку. А Аллану, Линди и Джошу Хану, за вдохновение и дружбу. Я предвижу, что у нас с вами будет насыщенное приключениями будущее. Благодарю команду замка, особенно Терезу Леннон и Элизабет Калфи, хранительниц этой цитадели мужчины, его очага. Спасибо моим добрым друзьям из Гатти Ренкер Корпорейшн, Грегу Ренкеру, Биллу Гатти, Лене Либерману, Джону Шульбергу и Джону Заходи, которые совместно со штатом служащих кассет-продакшнс, помогли мне распространить за последние два года свыше семи миллионов аудиокассет с записями философии, разбудив себе исполина по всему миру. Спасибо тебе, Питер Габер, за твои подбадривающие телефонные звонки и поддержку. Я глубоко ценю наши отношения. Кену и Мардж Бланшер, за свидание раз в три месяца со мной и Бекке, которые всегда являются для нас источником взаимного восхищения и непоколебимого уважения. Мартину и Джанет Шин, являющимися поистине образцом страсти, цельности и долга, вы были поистине светом для меня. Благодарю всех добровольцев Энтони Робинс Фаундейшн, бездомных, заключенных, детей и стариков. Вы уже не останетесь прежними, потому что постоянно вносили свой самоотверженный вклад в общее дело. Роберту Чалдини, Стью Миттлману, Филу Маффеттону, Полу Пилцеру и Джону Робинсу. Ваш вклад в эту книгу окажет воздействие на качественный уровень многих людей. Великому мастеру Тэквондо Джун Хи, чья неизменная любовь, преданность и знания вдохновляют меня на большие свершения, мой низкий поклон. А также обслуживающему персоналу нашего убежища на Фидже в Нимейле и жителям соседних деревень Виваль и Нади. Своим живым примером вы научили меня новому отношению к жизни, как к благословенному дару и радости, пониманию того, что счастье является единственной целью, которой следует стремиться. Я снимаю шляпу перед Джен Миллер и ее компетентной командой и выражаю мою преданную любовь. Я благодарю еще раз Дика Снайдера, Боба Асахина и Сару Бейлис за их веру в меня. Гигантов, на чьих плечах я стою, учителей, которые в значительной степени способствовали формированию моей философии, стратегии и навыков, я с радостью приветствую в своей книге о власти над собой. И, наконец, я выражаю свою благодарность всем тем людям, которые стояли за кулисами моей деятельности и поддерживали меня, а именно Кэти Моллер, Сьюзи Гонсалес, Джоан Менк, Нэнси Минкес, Шарри Уилсон, Мэри Кент, Валери Фелдс, Ли Лейджан, Дэйву Полчино, Черл Тарантино, Марку Ламу, Роберту Мотту за художественное оформление, а также ребятам из Франклин Тайп в Нью-Йорке. Для этих людей не было ничего невозможного. Все мы ожидали чудес, и они приходили во время этой Одиссеи, и мы выросли и стали более сильными в процессе работы. Все вы исполены в моей судьбе. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Посвящается той неукротимой энергии, которая дремлет в каждом из вас. Разбудите ее. А в основном моей жене Бекке за ее бескорыстную любовь и поддержку. Я люблю тебя, дорогая. Предисловие. Будучи главным психологом больницы Белэвю в Нью-Йорке, мне приходится видеть слишком много человеческих страданий не только психически больных пациентов, которых мы лечим, но также и нормального, здорового служебного персонала этого учреждения. Я наблюдаю подобного рода несчастья также среди сравнительно преуспевающих, активных людей, которых лечу, занимаясь частной практикой. Страдания и боль не являются неизбежными составляющими жизни, если люди берут под контроль свои убеждения, чувства и поступки с целью изменить свою жизнь. К сожалению, чаще всего они этого не делают. Они чего-то выжидают, затем пытаются переделать неудачный результат, а чаще всего берут на себя роль вечных плакальщиков, которые сетуют на свою горькую участь или изыскивают возможности обрести устойчивость с чьей-то помощью. Заставить людей осознать, что их жизнь является результатом собственной жизнедеятельности – далеко не легкая задача. В сущности, эта проблема всегда многогранна, и поэтому я постоянно изыскивал пути использования новых методов и технических приемов, которые можно было бы применить и в этой больнице, и в моей частной практике. Пять лет назад я впервые услыхал о работе Тони Робинса и посетил один из его семинаров в Нью-Йорке. Я предполагал, что проведу интересный вечер, но все же проницательное понимание Тони человеческого поведения и взаимоотношений людей было для меня неожиданностью. В тот вечер я узнал, что Тони разделяет мое убеждение в том, что каждый человек по своей сути может стать психически здоровым, управлять собой и жить полной жизнью. Вскоре после этого я посетил двухнедельные дипломированные курсы Тони и перенес большую часть того, что там узнал, на своих коллег и пациентов. Я назвал эти курсы основным жизненным тренингом. Потом я стал рекомендовать своим пациентам магнитофонные записи и его первую книгу – «Книгу о власти над собой». И хотя некоторые из моих коллег обижаются или удивляются, когда я рекомендую им работы такого молодого человека, не имеющего известности в научных кругах, те, кто действительно читает или слушает Тони, соглашаются со мной. К тому же Тони обладает талантом передачи информации в доступной, интересной форме и своеобразным стилем, способствующим легкому усвоению его материала. В конце концов, мы с женой прошли курс «Свидание с судьбой», в котором содержатся многие концепции из последней работы Тони «Разбуди в себе исполина». Этот уикенд подсказал нам средства для изменения собственных ценностей, принципов и контроля над собой, что позволило в последние два года сделать нашу жизнь гораздо более насыщенной и результативной. Я смотрю на Тони, как на великого тренера в игре, называемой жизнью. Его точная интуиция, интеллект, страсть и чувство долга, всегда приходят на помощь в нужный момент и вдохновляют к действию. Слушая эту аудиокнигу, чувствуешь себя как бы рядом с Тони и ведешь с ним захватывающую, увлекательную беседу. К ней хочется возвращаться снова и снова, как к руководству, к которому обращаются, когда жизнь подбрасывает тебе новую проблему или требует немедленных перемен. Она предлагает арсенал средств для долгосрочных изменений, равно как и уроки для обобщения жизненного опыта. В сущности, если многие люди послушают эту аудиокнигу и скрупулезно последуют приведенным в ней рекомендациям, то это может оставить меня и моих коллег без работы. Фредерик Кован Внутри каждого человека есть дремлющие силы. Силы, способные удивить его самого, так как он зачастую и не предполагает, что обладает ими. Силы, способные перевернуть жизнь, стоит только поднять их из глубин и привести в действие. Орисон Суэт Марден Часть первая. Дайте волю своей энергии. Глава первая. Мечты о счастье. Стойкий человек верит в судьбу, а слабый – в удачу. Бенджамин Дизраэли Все мы мечтаем. Все мы хотим верить в гармоничность своей души, в то, что обладаем каким-то особым даром, что отличаемся от других или видим мир иначе и можем изменить его к лучшему. В какой-то момент у нас создается представление об определенном уровне жизни, к которому мы стремимся и которого заслуживаем. Тем не менее, для многих из нас эти мечты окутаны такой плотной пеленой разочарований и рутиной повседневной жизни, что мы не делаем даже попытки их реализовать. У очень многих со временем эта мечта исчезает, а вместе с ней исчезает и желание сформировать свою судьбу. Многие утрачивают то чувство уверенности, которое приводит человека к победе. Делом моей жизни было восстановить мечту и сделать ее реальностью, заставить каждого из нас вспомнить ее и использовать ту неограниченную энергию, которая дремлет в глубине души каждого из нас. Никогда не забуду того дня, когда мне стало ясно, что я живу в соответствии со своей мечтой. Я летел на своем вертолете с делового совещания, проходившего в Лос-Анджелесе, в Апельсиновую страну, на один из семинаров. Пролетая над городком Глендейл, я неожиданно узнал одно огромное здание и, остановив вертолет, завис над ним. Посмотрев вниз, я узнал это здание. В нем я работал швейцаром. Это было более 12 лет назад. В те времена я был озабочен тем, чтобы мой Volkswagen осилил хотя бы получасовой путь до места работы. Вся жизнь была сосредоточена на одной мысли – как бы выжить. Я был робким и чувствовал себя одиноким. Но в тот день, зависнув над этим зданием, я подумал, как все изменилось за 10 лет. Тогда у меня тоже были мечты, но мне казалось, что они никогда не сбудутся. Сегодня же я пришел к убеждению, что все мои прошлые неудачи и разочарования явились фактически основой понимания многого, что позволило создать новый уровень жизни, которым я сейчас наслаждаюсь. Продолжая полет на юг вдоль побережья, я видел, как внизу в волнах резвятся дельфины. Это зрелище мы с женой ценили как особый дар жизни. Наконец, я достиг Ирвина. Посмотрев вниз, я слегка забеспокоился, увидев, что подъездная дорога к месту проведения семинара забита плотной вереницей машин длиной, может быть, в полтора километра. И я подумал, ну, приятель, что бы там ни случилось, надеюсь, это не помешает людям вовремя приехать сегодня вечером на твой семинар. Но когда я опустился на вертолетную площадку, моим глазам открылась совсем иная картина. Охрана пыталась удержать многотысячную толпу как раз в том месте, где я собирался приземлиться. И вдруг я понял, в чем дело. Вся эта автомобильная кутерьма была создана людьми, собравшимися по моему поводу. И хотя я ожидал приблизительно две тысячи посетителей, приехали семь тысяч человек. И это на площади, способной вместить лишь около пяти тысяч. Когда я сошел с вертолетной площадки, меня окружили сотни людей, желавших обнять меня или сказать, какое благотворное влияние оказала моя работа на их жизнь. Истории, которые они мне поведали, были удивительны. Одна мать представляла меня своему сыну, которому дали прозвище суперактивного и инвалида-интеллектуала. Пользуясь принципами управления состоянием человека, который мучает данная аудиокнига. Эта женщина не только смогла отучить сына от наркотика ритамина, но и заставила его переехать в Калифорнию, где он прошел повторное тестирование и получил оценку «высокий интеллект». Если бы вы видели его лицо в тот момент, когда она сообщила мне его новое прозвище. А один джентльмен рассказал о том, как избавился от пристрастия к кокаину, благодаря использованию некоторых методов обусловленного успеха, о котором вы узнаете в этой аудиокниге. Одна супружеская чета поделилась со мной своими проблемами. После 30 лет супружеской жизни они были на грани развода, когда познакомились с индивидуальными принципами. Какой-то торговец сказал мне, что его месячная прибыль за полгода подскочила с 2000 до 12000 долларов, а один предприниматель смог увеличить корпоративные доходные статьи за 18 месяцев до 3 миллионов, применяя принципы качественных вопросов и контроля над эмоциями. Симпатичная молодая женщина показала мне свою прежнюю фотографию. Она сбросила 20 килограммов, используя принципы системы рычагов, которые детально описаны в этой аудиокниге. «Я был так глубоко тронут чувствами, переполнявшими этих людей, что у меня перехватило дыхание, и какое-то время я не мог говорить. Оглядывая свою аудиторию и видя море улыбающихся, бодрых, любящих лиц, я понял, что осуществил свою мечту. Какое это восхитительное чувство – сознавать, что, вопреки возникавшим у меня сомнениям, я нашел информацию, выработал стратегии, философию и навыки, которые могут помочь любому из этих людей возродить в себе силы, чтобы осуществить изменения в своей жизни, о которых они мечтали. Поток образов и эмоций захлестнул меня. Сидя в полном одиночестве в своих апартаментах площадью 40 квадратных метров в Венесе, Калифорния, я припомнил случай, происшедший за несколько лет до этого, когда я плакал, слушая лирическую мелодию Нейла Даймонда. Я сказал пустоте, что я здесь, но никто не услышал меня, даже стул. Тогда я крикнул «Я здесь! Я здесь!» и не заметил, как потерял себя в этом одиночестве. Я помню, меня тогда охватило такое чувство, что моя жизнь ничего не стоит, и в то же время, как будто что-то из внешнего мира управляло мной. Я помню также тот момент, когда моя жизнь изменилась, момент, когда я наконец сказал «Вот оно! Я знаю, что я нечто гораздо большее, чем комок мыслей и эмоций в данной физической оболочке». В тот момент я принял решение, которое должно было изменить мою жизнь навсегда. Я решил изменить фактически каждый аспект своей жизни. Я решил, что никогда не буду успокаиваться на меньшем, чем могу сделать. Но тогда я не мог предположить, что это решение приведет к подобному незабываемому моменту. В этот вечер я вложил в семинар всю свою душу, и когда покинул аудиторию, толпы людей провожали меня до вертолета. Было бы преуменьшением сказать, что я был глубоко тронут всем этим. Слезы текли у меня по щекам, когда я благодарил Создателя за такой подарок. Оторвавшись от земли и поднимаясь ввысь в лунном свете, я вынужден был ущипнуть себя. Неужели все это действительность? Неужели я тот самый молодой человек, который несколько лет назад боролся, разочаровывался, чувствовал себя одиноким и неспособным заставить судьбу проявить ко мне благосклонность? Толстый, неуверенный и растерянный, я сомневался, смогу ли выжить. Как мог такой парень, как я, не имеющий за плечами ничего, кроме высшего образования, осуществить такие огромные изменения в своей жизни? Мой ответ прост. Я научился использовать принцип, который называю теперь концентрацией энергии. Человек не имеет представления о тех громадных силах, которые он может немедленно впрячь в работу, сосредоточив все свои жизненные ресурсы на достижении целей своей жизни. Контролируемая сосредоточенность подобна лазерному лучу, который может уничтожить любую преграду на вашем пути. Если мы постоянно сосредоточены на улучшении в той или иной области, у нас развиваются уникальные способности, направленные на то, как сделать эту область лучше. Одной из причин того, что столь немногие из нас достигают желаемого, является неспособность сконцентрировать свое внимание на цели и направить энергию на ее достижение. Большинство людей совершают свой жизненный путь, никогда не принимая решения достичь чего-то конкретного. Вообще, я убежден, что большинство людей терпят неудачу лишь потому, что сосредоточиваются на незначительных вещах. Я уверен, что одним из основных жизненных уроков является умение понять, что заставляет нас делать то, что мы делаем. Что формирует поведение человека? Ответы на этот вопрос станут фундаментом формирования вами собственной судьбы. Вся моя жизнь была направлена на постижение одной непреодолимой проблемы, что создает различия в уровне жизни разных людей. Почему одни люди, начинающие так скромно, без серьезной базы, умудряются, несмотря ни на что, построить такую судьбу, которая служит примером для всех нас? И наоборот, почему столь многие из родившихся в привилегированной среде, имевшие все условия для успеха, заплывают жиром, становятся разочарованными, а иногда даже прибегают к помощи наркотиков? Почему жизнь некоторых людей становится образцом для всех, а жизнь других – предостережением для остальных? В чем секрет создания счастливой и полной гармонии жизни у одних, в то время как у других это выражается рефреном «только и всего»? Моя удивительная одержимость началась с нескольких простых вопросов. Как мне немедленно взять свою жизнь под контроль? Что такое я могу сделать сегодня, что поможет все изменить? Что могло бы помочь мне и другим сформировать свою судьбу? Как бы мне расширить свой кругозор, чему-то научиться, вырасти и ненавязчиво поделиться своими знаниями с другими? В самом раннем возрасте я выработал убеждение, что все мы живем на земле для того, чтобы внести в общее дело свой особый вклад, что в глубине каждого из нас лежит уникальный дар. Как видите, я действительно верил в то, что внутри каждого из нас дремлет и спален. У каждого из нас есть какой-то талант, дар, своя особая частичка гения, которая только и ждет, чтобы ее реализовали. Это могут быть талант к живописи или музыке, особый дар подхода к людям, которые вас окружают, умение торговать или способность достигнуть успеха в бизнесе. Я верил, что создатель не выбирает фаворитов, что все мы созданы уникальными людьми с равными возможностями для достижения всего, что есть в жизни. Несколько лет назад я решил, что прожить свою жизнь наилучшим образом – это сделать, что-то такое, что пережило бы меня. Я решил, что должен сделать такой вклад в жизнь, который остался бы после того, как меня не станет. Сегодня у меня есть завидная привилегия – поделиться своими идеями и чувствами с миллионами людей с помощью своих книг, кассет и телевизионных шоу. За последние несколько лет я имел личный контакт с более чем четвертью миллиона человек. Я помогал членам Конгресса, президентам компаний и стран, менеджерам и матерям, бухгалтерам, юристам, докторам, психиатрам, адвокатам и профессиональным спортсменам. Я работал со страдающими фобией, с людьми, которые находились в тяжелой стадии депрессии, страдающими раздвоением личности и теми, кто считал, что у них вовсе нет личности. И сейчас мне выпало счастье поделиться лучшим, что я познал, благодаря вам и тем благоприятным обстоятельствам, за которые чувствую искреннюю и глубокую признательность. Благодаря всему этому я продолжаю раскрывать индивидуальную силу, которая способна изменить в жизни фактически все в один момент. Я познал, что ресурсы, необходимые для того, чтобы преобразовать наши мечты в реальность, находятся в нас самих или ждут того дня, когда мы примем решение пробудиться и заявить о своем праве на первенство. Я написал эту книгу по одной причине. Она должна явиться призывом к пробуждению, который бросит вызов тем, кто обязался жить, используя данную Богом энергию. Здесь вы найдете идеи и стратегии, которые помогут вам достичь конкретных долгосрочных изменений в себе и в других людях. Как видите, я уверен, что знаю, кто вы есть на самом деле. Я верю в родство наших душ. Ваше желание процветать привело вас к этой аудиокниге. Вас направляла невидимая рука. И неважно, что вы имеете в жизни сейчас. Вы хотите большего. Неважно, насколько вы уже благополучно устроены или какие у вас есть проблемы. В глубине вашей души кроется убеждение, что ваш жизненный опыт может быть и будет гораздо более результативным, чем он есть сейчас. Вы призваны создать собственную уникальную силу, в чем бы она ни выражалась, в выдающемся профессионализме, умении учить других, владении бизнесом, в материнстве или отцовстве. Гораздо важнее, чтобы вы не только поверили в это, но и предприняли какие-то действия, чтобы не просто купили эту аудиокнигу, но и сделали что-то прямо сейчас, прослушали ее. Статистика показывает, что менее 10% людей, покупающих аудиокниги, слушают их, начиная с первой главы. Какое ничем не оправданное расточительство. Это объемистая аудиокнига, с помощью которой вы можете добиться огромных результатов в своей жизни. Ясно, что вы тот тип человека, который не станет обманывать себя и разбрасываться. Постоянно извлекая пользу из каждой главы этой аудиокниги, вы обретете способность поднять свой потенциал до максимального уровня. Я призываю вас не только сделать все возможное, чтобы прослушать эту аудиокнигу целиком и полностью, в отличие от многих, кто бросает слушать, едва начав, но также использовать то, что вы узнаете из нее, овладев простыми методами на каждый день. Это самый важный шаг, который необходим для получения намеченных вами результатов. Как создать долгосрочное изменение. Для того, чтобы изменения имели истинную ценность, они должны быть постоянными и рассчитанными на длительное время. Все мы имели в своей практике одномоментные изменения, которые влекли за собой душевный упадок и разочарование. Вообще, многие люди делают попытку изменить что-то, испытывая при этом чувство страха и опасения, потому что подсознательно уверены, что эти изменения будут временными. Элементарным примером этого может служить человек, которому необходимо соблюдать диету, но он неожиданно бросает ее, потому что подсознательно считает, что все страдания, которые он терпит ради этого изменения, принесут лишь кратковременную награду. Большую часть своей жизни я следовал тому, что считал организационными принципами долговременного изменения. И далее вы познакомитесь со многими из них и научитесь ими пользоваться. Но сейчас я бы хотел поделиться с вами тремя элементарными принципами изменений, которые мы с вами можем использовать немедленно, чтобы изменить свою жизнь. Будучи очень простыми, они также чрезвычайно действенны, если их использовать умело. Любой человек должен произвести для себя лично в точности те же изменения, которые должна сделать компания для максимизации своего потенциала, которые должна сделать страна, чтобы занять достойное место на мировой арене. По сути, эти изменения все мы должны осуществить, как и мировое сообщество в целом, чтобы сохранить достойный уровень жизни на всем земном шаре. Шаг первый. Поднимите свои стандарты. Всякий раз, когда вы искренне хотите произвести изменения, первое, что вы должны сделать, это поднять свои стандарты. Когда люди спрашивают меня, что действительно изменило мою жизнь 8 лет назад, я говорю им, что, пожалуй, самым важным было изменение, которое происходило во мне самом. Я записал все то, что больше не приемлю в своей жизни, все то, что не намерен больше терпеть, и все то, что я хочу изменить. Подумайте о тех далеко идущих последствиях, вдохновляющих к действию мужчин и женщин, которые поднимали свои стандарты и действовали в соответствии с ними, раз и навсегда решив, что меньшего они не приемлют. История представляет нам воодушевляющие примеры таких людей, как Леонардо да Винчи, Авраам Линкольн, Эллен Келлер, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Роза Паркс, Альберт Энштейн, Цезарь Чавес, Сейхора Хонда и многих других, сделавших невероятного размаха шаг, чтобы поднять свои стандарты на должную высоту. То же усилие, которое было возможно для них, возможно и для вас, если вы найдете мужество заявить об этом. Изменение в организации, компании, стране или в мире начинается с простого шага – изменение самого себя. Шаг второй. Изменение своих ограничивающих убеждений. Подняв свои стандарты, но на самом деле не поверив то, что можете им соответствовать, вы таким образом становитесь на путь самобичевания. Не пытайтесь делать это. Вам будет не хватать чувства уверенности, которое позволило бы использовать внутренние ресурсы, лежащие в сокровенной глубине вашего существа, даже если вы прослушаете эту аудиокнигу. Наши убеждения подобны невостребованным командам, которые говорят нам о том, как обстоят дела, что возможно, а что нет, что мы можем, а чего не можем делать. Они формируют каждое действие, каждую мысль и каждое чувство, которое мы испытываем. В результате изменение нашей системы убеждений является основным правилом при достижении любого реального и длительного изменения в нашей жизни. Мы должны выработать чувство уверенности в том, что мы можем и будем соответствовать новым стандартам еще до того, как действительно сделаем это. Не взяв под контроль свою систему убеждений, вы можете поднимать свои стандарты сколько угодно, но у вас никогда не будет убежденности в том, что они действительно достижимы. Как вы думаете, многого ли достиг бы Ганди, если бы не верил всеми фибрами своей души в силу ненасильственного сопротивления? Именно согласованность его убеждений открыла ему доступ к внутренним ресурсам и позволила принять вызов, который поколебал бы менее решительного человека. Стимулирующие убеждения, чувство уверенности и являются той силой, которая предшествовала любому глобальному успеху в истории человечества. Шаг третий. Измените свою стратегию. Чтобы не нарушить взятого на себя обязательства, вам для достижения результатов нужны самые лучшие стратегии. Одним из моих основных убеждений является то, что устанавливая более высокий жизненный стандарт, вы заставляете себя в это поверить. И тогда, само собой разумеется, вы сможете создать необходимые стратегии. Вы просто найдете свой путь. Наконец, это как раз то, о чем говорится в данной аудиокниге. Она предлагает стратегии для решения разнообразных задач. И я хочу сказать, что наилучшей стратегией почти во всех случаях жизни будет найти такую модель, такого человека, который уже добился результатов, о которых вы мечтаете, а затем перенять его знания и опыт. Изучите его метод действий, основные убеждения и образ мышления. Это не только сделает ваши действия более эффективными, но и сэкономит массу времени, поскольку вам не придется заново изобретать велосипед. Вы сможете себя соответственно настроить, по-новому сформулировать и, возможно, даже усовершенствовать этот процесс. Данная аудиокнига обеспечит вас информацией и стимулом для реализации трех основных принципов качественного изменения. Она поможет вам поднять общепринятые стандарты благодаря пониманию того, чем они являются сейчас и какими вы хотели бы их видеть. Изменить основные убеждения, которые удерживают вас от необходимого шага, и усилить те, которые уже работают на вас. Разработать ряд стратегий для более легкого и эффективного достижения желаемых результатов. Как известно, многие люди знают, что делать, но лишь немногие действительно делают то, что знают. Одного знания недостаточно. Вы должны действовать. Если вы предоставите мне эту возможность, я буду вашим личным тренером на протяжении всей аудиокниги. А что обычно делают тренеры? Во-первых, заботятся о вас. Они тратят годы, сосредоточившись на одной конкретной области компетенции и создают ключевые модели того, как быстрее получить результаты. Используя стратегии, которыми ваш тренер делится с вами, вы можете сразу же и в значительной степени изменить свою работоспособность. Иногда ваш тренер даже не скажет вам ничего нового, но лишь напомнит о том, что вы уже знаете, а затем заставит вас делать это. Вот какую роль, с вашего позволения, я собираюсь сыграть для вас. Чему конкретно я буду вас обучать? Я помогу вам распознать силу, с помощью которой можно создать длительные улучшения в качестве вашей жизни. Вместе мы сосредоточимся, вместо того, чтобы разбрасываться, на пяти жизненно важных сферах, которые, по моему мнению, оказывают на нас наибольшее воздействие. Вот они. Первое. Овладение эмоциями. Постижение одного этого урока проложит прямой путь к овладению четырьмя остальными. Подумайте над этим. Почему вы хотите сбросить вес? Только ради того, чтобы в вашем теле было меньше жира? Или потому что, как вам кажется, вы бы хорошо себя чувствовали, если бы освободились от нежелательных килограммов? Это сделало бы вас более энергичными и жизнеспособными? А благодаря этому вы почувствовали бы себя более привлекательными для других, что существенно повышает чувство уверенности и самоуважения? В сущности, все, что мы делаем, имеет одну цель – изменить свое самоощущение. Хотя большинство из нас имеют слабое представление, как это сделать, быстро и эффективно. Удивительно, как часто мы по собственной воле неправильно используем свои умственные способности, приводя себя в неустойчивое эмоциональное состояние, заглушая многочисленные внутренние таланты, которыми все мы обладаем. Слишком многие из нас полагаются на милость внешних обстоятельств, над которыми мы часто оказывается невластны и из-за которых мы можем не справиться со своими эмоциями, которые должны находиться у нас под контролем, и полагаемся вместо этого на краткосрочные решения. Как иначе можно объяснить тот факт, что в то время как менее 5% мирового населения живет в Соединенных Штатах, оно потребляет более 50% мирового кокаина? Или что наши национальные расходы на оборону, которые в настоящее время исчисляются миллиардами долларов, равны тем суммам, которые мы тратим на потребление алкогольных напитков? Или что 15 миллионов американцев, которые ежегодно проходят диагностирование, оказываются в состоянии глубочайшей депрессии, требующей клинического лечения, и что на лекарства антидепрессанты выписывается рецептов на сумму более чем 500 миллионов долларов? Благодаря этой аудиокниге вы узнаете, что заставляет вас делать то, что вы делаете, и поймете, что является движущими силами наиболее распространенных эмоций. Затем вам будет предложен поэтапный план, с помощью которого вы сможете определить, какие эмоции являются вдохновляющими, а какие расслабляющими, и как использовать оба типа эмоций себе во благо, так чтобы они, ваши эмоции, стали не помехой, а мощным средством, способным помочь вам достигнуть наивысшего потенциала. Вторая важная сфера – овладение физическим состоянием. Стоит ли добиваться того, о чем вы мечтали, не имея физического здоровья, чтобы насладиться этим? Вы просыпаетесь каждое утро, чувствуя себя полным энергии, сильным и готовым бодро встретить новый день? Или вы просыпаетесь чувством такой же усталости, с которой легли накануне вечером в постель, утомленные жизненными обстоятельствами и раздраженные необходимостью начинать все сначала? Способствует ли нынешний жизненный уклад укреплению вашего здоровья? Каждый второй американец умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый третий – от рака. Позаимствовав фразу физика 17-го столетия Томаса Моффета, можно сказать, что мы роем себе могилу собственными зубами, поскольку пичкаем свое тело очень жирной, лишенной питательных веществ пищей, отравляем свой организм сигаретами, алкоголем и наркотиками и часами неподвижно сидим у экрана телевизора. Этот второй основной урок поможет вам взять под контроль свое физическое здоровье, так чтобы вы не только хорошо выглядели, но и чувствовали себя хорошо и сознавали, что управляете своей жизнью, а ваше тело способствует укреплению жизненных сил и позволяет достичь определенных результатов. Третья сфера – умение поддерживать взаимоотношения. Кроме умения владеть собственными эмоциями и физическим здоровьем, я считаю, что нет ничего важнее, чем умение поддерживать нормальные отношения с людьми, будь то любовные, семейные, деловые или социальные. В конце концов, кто не хочет чему-либо научиться профессионально вырасти, преуспеть и стать счастливым только за счет собственных сил. Третий основной урок в этой книге раскроет секреты, которые дадут возможность создать плодотворные взаимоотношения сначала с самим собой, а уже потом с другими людьми. Вы начнете понимать, что цените наиболее высоко, каковы ваши надежды, нормы жизни и как все это связано с другими участниками этой игры, называемой жизнью. Затем, овладев этим наиважнейшим навыком, вы научитесь вступать в контакты с людьми на самой искренней основе и получать награду в виде чего-то такого, что все мы хотим испытать – чувство дружеской поддержки, сотрудничества, осознание того, что мы что-то значим в жизни других людей. Я понял, что величайшим источником силы являются человеческие взаимоотношения, поскольку они обеспечивают доступ к каждому необходимому мне ресурсу. Овладение этим уроком поможет вам приобрести неограниченные возможности для роста и сотрудничества. Четвертая сфера – овладение финансовой стороной жизни. По достижению 60 лет большинство американцев оказываются смертельно уставшими. Вряд ли большинство людей, заглядывая вперед, видят себя дожившими до золотой поры отдохновения. Тем не менее, понимая, что финансовое благополучие из-за жизненных просчетов недостижимо, как вы можете притворить свой сокровенный сценарий в реальную жизнь? Четвертый урок овладения, который я привожу в данной аудиокниге, научит вас, как достичь цели и иметь необходимые средства выживания в любой период вашей жизни. Так как нам посчастливилось жить в капиталистическом обществе, каждый из нас имеет возможность осуществить свои мечты, и все же большинство из нас испытывают постоянное финансовое давление, и нам кажется, что имеем мы больше денег, мы бы освободились от этого давления. Это огромное, порожденное привитой нам культурой заблуждение. Позвольте уверить вас, что чем больше будет у вас денег, тем большее давление вы будете испытывать. Задача в том, чтобы не просто пуститься в погоню за богатством, а прежде всего изменить относительно него свои убеждения и позицию, с тем, чтобы вы расценивали богатство как стимул для достижения счастья, а не как единственную и конечную цель для его достижения. Чтобы поймать финансовую удачу и достичь финансового процветания, сначала научитесь устранять то, что создает дефицит в вашей жизни, а затем выработайте твердые убеждения, основные для вас ценности и разумные эмоции, которые необходимы для достижения, сохранения и расширения богатства. Затем определите свои цели и сформируйте мечты с точки зрения достижения наиболее высокого уровня благосостояния, преисполнившей спокойствием духа и уверенно глядя вперед с радостным волнением, ожидая всего того, что может предложить вам жизнь. Пятая сфера. Овладение временем. Шедевры требуют времени. Тем не менее, многие ли из нас действительно знают, как его использовать? Я говорю не об управлении временем, а о фактическом его использовании, правильном манипулировании им с тем, чтобы оно стало вашим союзником, а не врагом. Пятый урок овладения в этой аудиокниге покажет вам, во-первых, то, как краткосрочные ценности могут привести к долгосрочным страданиям. Вы научитесь принимать реальные решения, правильно направлять свои желания для немедленного их удовлетворения, предоставляя таким образом вашим идеям, вашим творениям, даже вашему собственному потенциалу, время для реализации всех надежд. Далее вы узнаете о том, как составлять необходимые планы и стратегии, которые помогут вам следовать принятому решению, проявляя огромное терпение делать его реальностью, когда кажется, что время еле тащится, и гибкость, чтобы в случае необходимости изменять свой подход к делу. Овладев временем, вы поймете, насколько соответствует истине правило, что большинство людей переоценивают то, что могут выполнить за год, и недооценивают того, что могут достигнуть за 10 лет. Я делюсь этими уроками с вами не для того, чтобы сказать, что у меня есть все ответы на вопросы или что моя жизнь была идеальной без сучка без задоринки. На мою долю, конечно же, выпало немало невзгод. Но, несмотря на это, я умудрялся учиться, упорствовать и постепенно с годами преуспевать. Всякий раз, сталкиваясь с какой-нибудь проблемой, я использовал то, что узнал, чтобы поднять свою жизнь на новый уровень. И, как и ваш, мой уровень мастерства в этих пяти областях продолжает совершенствоваться. Кроме того, замечу, что решение перенять мой уклад жизни еще не будет ответом на ваши вопросы. Мои мечты и цели могут не соответствовать вашим. Тем не менее, я верю, что уроки, которые я разработал относительно того, как преобразовать мечты в реальность, как сделать неосязаемое реальным, являются фундаментальными при достижении любого уровня успеха в личной и профессиональной сферах жизни. Я написал эту книгу как руководство к действию, учебник по улучшению качества вашей жизни и тех удовольствий, которые вы можете извлечь из нее. В свое время, очевидно, я чрезмерно горделся своей первой книгой – книгой «Власти над собой» и тем воздействием, которое она оказала на людей всего мира. Теперь же я считаю, что эта новая книга принесет вам несколько новых и уникальных способов повлиять на свои возможности, которые помогут поднять ваш уровень жизни на более высокую ступень. Мы детально рассмотрим несколько основных принципов, поскольку повторение – мать учения. Поэтому надеюсь, что вы прослушаете эту аудиокнигу не один раз, будете к ней снова и снова возвращаться и использовать ее как средство, которое служит приводным механизмом для нахождения ответов, которые у вас уже есть. Но при этом помните, что, слушая эту аудиокнигу, вы не обязаны верить или обязательно следовать всему, что в ней написано. Возьмите то, что кажется вам полезным, и немедленно запустите в действие. Вы не обязаны использовать все стратегии или все средства, указанные в данной аудиокниге, чтобы достичь коренных изменений в какой-то отдельной области. Каждая из них обладает определенным потенциалом для изменения той или иной сферы жизни. Однако, если использовать их в совокупности, то они произведут взрывной эффект. Эта аудиокнига полна стратегий для достижения желаемого успеха, организационных правил, которые я смоделировал по образцу нескольких наиболее влиятельных и интересных людей современности. У меня была уникальная возможность встречаться, брать интервью и изучать жизнь огромного числа разнообразных людей, людей с уникальными характерами, начиная с Нормана Казинца, Майкла Джексона, тренера Джона Вудена, финансового чародея Джона Темплтона, промышленных магнатов и заканчивая таксистами. Далее вы найдете не только примеры успеха и не только из моего собственного опыта, но и полезные моменты из тысяч книг, магнитофонных лент, семинаров и интервью, которые я накапливал в течение последних десяти лет своей жизни, так как продолжаю волнующий, непрекращающийся поиск знаний и роста каждый Божий день. Цель этой аудиокниги состоит не только в том, чтобы произвести единственные изменения в вашей жизни, а скорее в том, чтобы служить поворотным пунктом, который может помочь вам поднять свою жизнь на совершенно новый качественный уровень, создать глобальные изменения. Что я имею в виду? Например, вы можете произвести такие изменения, в своей жизни, преодолеть внутренние чувства страха или фобию, улучшить личные взаимоотношения или пересилить укоренившуюся привычку откладывать дела со дня на день. Все это невероятно ценные навыки, и если вы читали мою книгу «Книгу власти над собой», то уже знакомы со многими из них. Однако из этой аудиокниги вы поймете, что они являются основной подъемной силой вашей жизни, которая, стоит вам сделать лишь одно маленькое изменение, буквально преобразит каждый аспект вашей жизни. Эта книга имеет целью предложить стратегии, способные помочь вам создать такую жизнь, которой вы могли бы наслаждаться и о которой в настоящее время, может быть, лишь мечтаете. Из этой книги вы узнаете ряд простых и конкретных стратегий, адресованных любой проблеме, и способов ее изменения с помощью незначительного усилия. Например, вам может показаться маловероятным, что путем простого изменения одного слова, являющегося частью вашего привычного лексикона, вы могли бы немедленно изменить свое эмоциональное состояние. Или что путем изменения вопросов, которые вы постоянно сознательно или подсознательно себе задаете, вы могли бы мгновенно изменить направление своей сосредоточенности и, следовательно, действия, которые предпринимаете каждый день. Или, изменив одно убеждение, вы могли бы значительно повысить вероятность создания более счастливой жизни. В следующих главах вы узнаете, как овладеть этими методами и, более того, как подстегнуть желаемые изменения. Итак, с глубоким уважением, которое я испытываю к вам, начиная наши взаимоотношения, я пускаюсь вместе с вами в мир открытий и активизации ваших нераскрытых потенциальных возможностей. Жизнь – это дар, и, предоставляя нам привилегии и благоприятные возможности, она требует также ответственности и отдачи, благодаря которым мы духовно растем. Что ж, давайте отправимся в это путешествие по дороге исследований. Глава 2. Решение. Путь к обретению силы. Человек рождается, чтобы жить, а не готовиться все время к жизни. Борис Пастернак. Вы помните то время, когда Джимми Картер еще был президентом Соединенных Штатов? Шел фильм «Империя наносит ответный удар». Йода и Пакман выражали свое возмущение. И еще не было никакого скандала между Брукшилдс и Йокальвином, а пришедший к власти в Иране Айтала Хамини держал в заложниках американских ребят. А в Польше электрикс Гданьского судостроительного завода по имени Лех Валенца совершил немыслимое – решился выступить против коммунистического режима. Он поднял своих соратников на забастовку, а когда власти попытались отрезать ему путь к рабочему месту, он просто перелез через стену. Сколько стен рухнуло с тех пор, не правда ли? А помните, как услышали сообщение о том, что убит Джон Леннон? Или когда был прорезан туннель на вершине Сент-Хелленс протяженностью 450 километров? Подумайте минуту. Где вы были тогда? Что вам нравилось? Кто были ваши друзья? Каковы были ваши мечты и надежды? Если бы кто-нибудь спросил вас тогда, где вы будете через 10 или 15 лет, что бы вы ответили? Там ли вы сейчас, где хотели быть тогда? 20 лет прошли так быстро, не правда ли? А еще важнее то, что нам следовало бы спросить себя, как я собираюсь прожить следующие 10 лет своей жизни? Как я собираюсь жить сегодня, чтобы построить то завтра, относительно которого я взял на себя те или иные обязательства? Что я собираюсь отстаивать, начиная с этого самого момента? Что важно для меня прямо сейчас и что будет важно впоследствии? Какие действия способны изменить к лучшему мою последующую судьбу, я могу предпринять сегодня? Вы, конечно, понимаете, что 10 лет, начиная с этого самого дня, непременно пройдут. Вопрос лишь в том, где вы будете, кем станете, как будете жить, какой вклад внесете в общее дело. И теперь самое время составить проект на последующие 10 лет вашей жизни, прежде чем они действительно пройдут. Мы не должны упустить момент. Мы вступаем в новые тысячелетия. Нам жить в 21 веке. Будет ли вам приятно оглядываться на 1990-е годы, или они будут вызывать смятение? Будете ли вы испытывать чувство удовлетворения или беспокойства? В 1980 году мне было 19 лет. Я был одинок и растерян. У меня, по сути, не было никаких финансовых ресурсов. Не было рядом никакого инструктора, который мог бы указать путь к успеху. Не было преуспевающих друзей или наставников, не было четких целей. Я с трудом передвигался, так как был очень толстым. Тем не менее, не прошло и нескольких лет, как я открыл в себе силу, с помощью которой смог преобразовать практически всю свою жизнь. И как только я задействовал эту силу, то перевернул свою жизнь менее чем за год. Эта сила явилась инструментом, с помощью которого я поднял на невероятную высоту чувство уверенности в себе, а, следовательно, и свою способность предпринимать действия и получать положительные результаты. Эта сила помогла мне взять под контроль свое физическое состояние. Я постепенно избавился от 20 килограммов лишнего веса. Тогда же я встретил женщину своей мечты, женился на ней и создал семью, как мне того хотелось. Я использовал эту силу для того, чтобы поднять свой доход суммы, достаточной лишь для поддержания своего существования, до более чем одного миллиона долларов в год. Благодаря этому сменил скромное жилище, где мыл посуду в ванне, поскольку там не было кухни, на мой нынешний дом, замок Дель Мар. Одна только эта особенность позволила мне перестать чувствовать себя совершенно одиноким и ничего не значащим человеком и наполнила чувством благодарности за новые возможности внести какой-то вклад, сделать что-то полезное для миллионов людей всего мира. Этой силой я продолжаю пользоваться каждый день своей жизни, формируя тем самым свою судьбу. В книге «Власти над собой» я совершенно ясно показал, что самым действенным способом формирования нашей жизни является умение заставить себя перейти к действию. Разница в результатах разных людей состоит в том, что они поступили иначе, чем другие, в той же самой ситуации. Разные действия дают разные результаты. Почему? Потому что любое действие является побудительной силой к движению, а его влияние строится на прошлых побуждениях, заставляющих нас двигаться в определенном направлении. Любое направление приводит к конечному месту назначения – нашей судьбе. В сущности, если мы хотим должным образом направить нашу жизнь, нам необходимо взять под контроль свои обычные действия. Ведь нашу жизнь формирует не единожды предпринятые действия, а те, которые мы совершаем постоянно. Ключевыми и наиболее важными вопросами в этом случае будут следующие. Что предшествует всем нашим действиям? Что определяет, какие действия нужно предпринять? И, следовательно, кем мы становимся, каков наш конечный пункт назначения в жизни? Что является отправной точкой действия? Ответом, разумеется, будет то, на что я все время указываю – сила решения. Все, что происходит в вашей жизни, как то, что вызывает у вас радостный трепет, так и то, что создает проблемы, началось решение. Я уверен, что именно в моменты принятия решения формируется ваша судьба. Решения, которые вы принимаете прямо сейчас, ежедневно, будут не только определять ваше сегодняшнее самочувствие, но и то, кем вы можете стать в ближайшее время и позже. Оглядываясь назад на прошедшие 10 лет, спросите себя, были ли у вас моменты, когда вам казалось, что иное решение могло бы в корне изменить вашу жизнь и сделать ее совсем не такой, как сегодня, неважно, лучшей или худшей. Может быть, вы приняли бы решение относительно своей специальности, которая изменила бы вашу жизнь. Или вам бы это не удалось. Может быть, вы приняли бы решение в последние 10 лет жениться или развестись. Или купили бы магнитофонную кассету, книгу, посетили семинар, которые способствовали бы изменению ваших убеждений и действий. Может быть, вы приняли бы решение завести детей, или наоборот, отказались бы от этого ради карьеры. Возможно, вы решили бы сделать вложение в дом или в бизнес, начать делать физические упражнения или перестать этим заниматься. Бросить курить, переехать в другую часть страны или совершить кругосветное путешествие. Каким образом эти решения привели бы вас к данному моменту вашей жизни? Испытывали ли вы горькое чувство утраты или разочарования, чувство несправедливости или беспомощности в течение последних 10 лет? Я, например, прошел через все это. А если так, то какие вы приняли решения в связи с этим? Перешагнули общепринятые рамки или просто отступили? И как эти решения сформировали вашу нынешнюю жизненную стезю? Человек не является продуктом обстоятельств. Это обстоятельства создаются людьми. Бенджамин Дизраэли. Более чем во что-либо другое, я верю, что именно наши решения, а не условия жизни, определяют нашу судьбу. И вы, и я знаем, что есть люди, у которых есть преимущество от рождения. Хорошая наследственность, благотворная окружающая среда, семейные блага или благоприятные личные или иные формы отношений с людьми. Тем не менее, мы также знаем и постоянно встречаем, читаем или слышим о таких людях, которые, невзирая на превратности судьбы, вырываются из рамок своего существования, принимая решения относительно своей жизни. Они становятся примером безграничной силы человеческого духа. Если мы с вами примем соответствующее решение, то сможем сделать нашу жизнь одним из подобных вдохновляющих примеров. Каким образом? Да просто сегодня приняв решение относительно того, как мы собираемся жить в следующем десятилетии и далее. Если вы не принимаете решений, как жить дальше, то тем самым уже решили жить по-прежнему, не так ли? Вы приняли решение плыть по течению, находиться в зависимости от обстоятельств, вместо того, чтобы самим формировать свою судьбу. Моя жизнь изменилась фактически за один момент. В тот день, когда я определил не только то, что бы мне хотелось иметь в жизни или чем бы я хотел стать, а когда решил, кем я обязуюсь быть и чего я обязуюсь добиться в своей жизни. Это простое, но очень важное решение. Задумайтесь на минуту, есть ли разница между понятиями просто интересоваться чем-то и взять на себя обязательство сделать это? Уверен, что вы заметили разницу. Часто люди произносят такие слова. «Черт возьми, я хотел бы зарабатывать больше денег». «Я хотел бы быть ближе к своим детям» или «Знаете, я хотел бы действительно что-то значить в этом мире». Но подобного рода заявления ни в коей мере не являются свершениями. Это всего лишь выражение предпочтения, типа «Я хотел бы, чтобы это произошло, если только при этом мне ничего не нужно будет делать». Это не является проявлением силы. Это слабая мольба, в которой нет даже веры, необходимой для того, чтобы начать действовать. Но вы должны не только решить, каких результатов должны добиться, но также и какого типа человеком обязуетесь стать. Как мы уже обсуждали в первой главе, вам нужно установить жизненные стандарты, в соответствии с которыми вы будете формировать свое поведение, а также решить, чего вам следует ожидать от тех, в ком вы принимаете участие. Если вы не установите базовую норму поведения, в соответствии с которой будете жить, то вскоре обнаружите, насколько легко съехать на такие поступки и отношения или на такой уровень жизни, который будет несравненно ниже того, которого вы заслуживаете. Вам необходимо определить для себя и жить в соответствии с этими определенно установленными стандартами, независимо от того, что может случиться в вашей жизни. Даже если все пойдет не так, даже если на ваше парадное шествие обрушится ливень, даже если рухнет рынок акций, даже если вас бросит любимый человек, даже если никто не окажет вам нужной поддержки, все равно вы должны оставаться верны своему решению прожить свою жизнь на самом высоком уровне. К сожалению, большинство людей никогда этого не делают, поскольку слишком заняты выискиванием всякого рода оправданий. Причина, по которой они не достигают своих целей или проживают жизнь не так, как им хочется, кроется в том, как обращались с ними их родители и что они испытали с юных лет, в отсутствии благоприятных возможностей или в том, что они уже слишком стары или еще слишком молоды. Все эти оправдания – это не что иное, как система убеждений, и они не только играют роль ограничителей, но являются откровенно разрушительными. Использование силы решения дает вам возможность пренебречь любым оправданием, чтобы изменить любую или каждую часть своей жизни в один момент. Она может изменить ваши взаимоотношения, рабочее окружение, ваш доход, физическое состояние. Она может определить, счастливы вы или несчастны, разочарованы или находитесь в состоянии подъема, придавлены обстоятельствами или чувствуете себя свободным человеком. Это источник изменений внутри самого человека, семьи, общины, общества и всего мира, что изменило все в Восточной Европе за последние несколько лет. Люди, которые живут там, люди, подобные вам и мне, приняли новые решения относительно того, что они должны отстаивать, что для них приемлемо, а что нет, и чего они больше не намерены терпеть. Конечно, решения Горбачева помогли проложить этот путь, но решительность Леха Валенции и его обязательство поднять жизненный уровень народа проложили путь к огромному экономическому и политическому изменению. Я часто спрашиваю людей, которые жалуются на свою работу. Почему вы пришли сегодня на работу? И обычно каждый из них отвечает так. Потому что должен приходить. Нам с вами необходимо запомнить одну вещь. В сущности, нет почти ничего такого, что мы должны делать в этой стране. И вы, разумеется, не должны ходить на работу. По крайней мере, сюда. И вы, конечно же, не должны работать в конкретном месте в конкретный день. Вы не должны делать то, что делали в течение последних десяти лет. Вы можете принять решение делать что-нибудь другое, что-нибудь новое сегодня. Прямо сейчас примите решение. Начать опять учиться в школе. Научиться танцевать или петь. Контролировать свои финансы. Научиться управлять вертолетом. Привести свое тело в идеальную форму. Начать заниматься медитацией. Научиться говорить по-французски. Больше читать своим детям. Больше проводить времени в саду среди цветов. Даже сменить место жительства. Если вы твердо решите, то сможете почти все. Поэтому, если вас не устраивают настоящие интимные отношения с вашим партнером, примите решение сейчас же изменить положение дел. Если вам не нравится ваша теперешняя работа, поменяйте ее. Если вам не нравится что-то в себе самом, измените это. Если это касается более высокого уровня физической жизнеспособности и здоровья, которых вы хотели бы иметь, то вы можете изменить это прямо сейчас. В один момент вы можете проявить такую же силу, которая изменяла ход истории. Я написал эту книгу, чтобы вызвать у вас желание разбудить в себе исполинскую силу решения и заявить о праве на рождение неукротимой энергии, исключительной живости и радостного энтузиазма, которые принадлежат вам. Вы должны знать, что можете принять прямо сейчас новое решение, которое немедленно изменит вашу жизнь. Решение изменить какую-то привычку или отношение к людям, освоить какой-то навык или позвонить по телефону человеку, с которым не говорили уже несколько лет. Может быть, есть кто-то, с кем вам следует наладить контакт, чтобы подняться на более высокую ступень в своей профессиональной деятельности. Может быть, вы могли бы принять решение прямо сейчас насладиться чем-то и выработать в себе более позитивные эмоции, которые были бы вам полезны в повседневной жизни. Вы могли бы выбрать больше радости или больше веселья, больше доверительности или спокойствия духа. Прежде чем слушать дальше, попробуйте использовать силу, которая сидит в вас. Примите сейчас решение, которое создаст новое позитивное и мощное направление для профессионального роста и счастья. Ничто не может устоять против воли человека, заявляющего свои права на существование с определенной целью. Бенджамин Дизраэли. Ваша жизнь изменяется в тот момент, когда вы принимаете новое согласованное и обязательное решение. Кто бы мог подумать, что решительность и убежденность скромного непритязательного человека, юриста по специальности и пацифиста по убеждениям, будут обладать силой, способная прокинуть огромную империю. Тем не менее, упорное решение Махатмы Ганди избавить Индию от британского ига явилось фактически той пороховой бочкой, которая привела в движение цепь событий, навсегда изменивших баланс мирового владычества. Народ не знал, каким образом он сможет осуществить свою цель, но Ганди не оставил себе иного выбора, чем действовать согласно велению своей совести. Он просто не принял бы никакой другой возможности. Решение было источником силы также для Джона Кеннеди, когда он противостоял Никите Хрущеву во время Карибского кризиса и предотвратил Третью мировую войну. Решение было источником силы Мартина Лютера Кинга-старшего, когда он поднял голос в защиту устремлений своего народа и заставил весь мир обратить на это внимание. Решение было не только результатом космического взлета Дональда Трампа на вершину финансового мира, но также результатом его ошеломляющего падения, а затем и возвращения обратно. Эта же сила позволила Питу Роузу максимально напрячь все свои физические способности и достичь славы, а впоследствии разрушить мечту всей своей жизни. Решения могут быть как источниками проблем, так и источниками невероятной радости и благоприятных возможностей. Это сила, которая осуществляет процесс превращения невидимого в видимое. Истинные решения являются катализаторами для преобразования мечты в реальность. Наиболее волнующим относительно этой силы является то, что вы уже обладаете ею. Взрывной толчок решения не является прерогативой узкого круга избранных, имеющих соответствующие верительные грамоты, деньги или поддержку семьи. Он вполне возможен как для простого труженика, так и для короля. Он возможен для вас, тех, кто слушает сейчас эту книгу. В любой момент вы можете использовать ту могущественную силу, которая только и ждет, пока вы наберетесь мужества заявить о ней. Не окажется ли сегодняшний день тем отправным моментом, когда вы окончательно решите, что как личность представляете собой нечто большее, чем вы сами и окружающие считали до сих пор? Не окажется ли сегодня тем днем, когда вы решите раз и навсегда обогатить свою жизнь постоянным душевным подъемом? Тогда начните с заявления «Я именно таков, такова моя жизнь». А вот то, что я собираюсь сделать. Ничто не остановит меня в достижении цели. Я не отступлю». Возьмем для примера невероятно гордую личность женщину по имени Роза Паркс, которая однажды в 1955 году вошла в автобус в Монтгомере, штат Алабама, и отказалась уступить место белому человеку, что должна была сделать по существующему закону. Эта одна простая акция неповиновения разожгла бурю полемики и стала символом, которому последовали целые поколения. Это стало началом движения за гражданские права, пробуждением сознания у расовых меньшинств, которые мы не можем довести до конца даже сегодня, когда пересматриваем понятие равенства возможностей и справедливости для всех американцев, независимо от расы, вероисповедания, пола. Думала ли Роза Паркс о будущем, когда отказалась уступить место в автобусе? Имела ли она какой-то особый план относительно того, как изменить структуру общества? Возможно. Но, вероятнее всего, ее подвигло на это действие решение поднять свою жизнь на более высокий и качественный уровень. Вот какие последствия вызвало одно решение простой чернокожей женщины. Если вас одолевают мысли типа «мне бы хотелось принимать подобное решение, но в моей жизни было столько трагических случаев», то позвольте привести вам пример Эда Робертса. Это обыкновенный человек из-за болезни, прикованной к инвалидному креслу, но ставший необыкновенным благодаря своему решению действовать, невзирая на обстоятельства. Эда парализовала, когда ему было 14 лет. Он пользуется аппаратом искусственного дыхания, который сам усовершенствовал, преодолев величайшие трудности, чтобы иметь возможность вести нормальную жизнь днем, а ночью ему приходится дышать с помощью металлического легкого. Объявив войну полиэмиэлиту, несмотря на то, что несколько раз был на грани смерти, он, конечно, мог бы принять решение сосредоточиться на своих собственных страданиях, но вместо этого он старается облегчить страдания другим. Что же он смог сделать? Последние 15 лет, с тех пор, как принял решение бороться против мира, который часто выказывал безразличие к ему подобным, дали результаты виде многочисленных улучшений качественного уровня жизни инвалидов. Наслушавшись всевозможных мифов о том, как бросить вызов физическим недугам, это своего инвалидного кресла из подъездной дорожки со специальными перилами, не уставая, оказывал воздействие на общественность и проявлял всякого рода инициативу. Он стал первым из пятерки лучших, окончивших Калифорнийский университет в Бёркли и со временем занял должность директора отдела реабилитации штата Калифорния, опять-таки оказавшись первым в этой должности среди инвалидов. Эд Робертс является наглядным свидетельством того, что важно не то, с чего вы начнете, а решение, которое примете относительно завершения данного дела. Все действия этого человека были основаны на одном сильном, раз и навсегда принятом в определенный момент решении. Многие говорят, я бы с удовольствием принял подобное решение, но не знаю, как можно было бы изменить свою жизнь. Их парализует страх, что они не знают точно, как превратить мечты в реальность. А в результате так никогда и не принимают решений, которые могли бы сделать их жизнь прекрасной, как они того заслуживают. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что для начала не важно знать, как вы собираетесь достичь результата. Важно решить, что вы найдете путь улучшить свою жизнь, неважно какой. В книге «Власти над собой» я подчеркивал так называемую формулу решающего успеха, которая представляет собой элементарный процесс попадания туда, куда вы хотите попасть. Первое. Решите, чего вы хотите. Второе. Совершите действия. Третье. Замечайте, что срабатывает, а что нет. И четвертое. Изменяйте свой подход до тех пор, пока не достигнете желаемого. Решение добиться результата вызывает ряд явлений, которые нужно привести в движение. Если вы просто решите, что это то, чего вы хотите, заставьте себя приступить к действию, учитесь на нем и изменяйте свой подход, и тогда вы создадите импульс, достаточный для достижения результата. Как только вы возьмете на себя твердое обязательство сделать так, чтобы что-то произошло, как это сделать, выявится саму собой. Что касается инициативы и созидания, то существует одна элементарная истина. В тот момент, когда человек четко решит посвятить себя чему-то, ему на помощь тотчас приходит проведение. Иоганн, Вольфганг, Гетте. Если принимать решение так просто и здорово, тогда почему большая часть людей не следует совету Нико «Просто сделай это». Мне кажется, что самой простой причиной является то, что большинство из нас даже не понимают, что это значит принять реальное решение. Мы не осознаем силы изменения, которые производят соответствующее намеренное решение. Частично эта проблема заключается в том, что большинство из нас привыкли использовать термин решение в таком вольном понимании, что оно стало описывать что-то наподобие списка желаний. Вместо того, чтобы принимать решение, мы продолжаем устанавливать предпочтение. Принятие истинного решения означает не пустые слова «я бы хотел бросить курить», а немедленное пресечение всякой возможности к этому. В сущности, слово «решение» происходит от латинских корней «de», что значит «от», и «caedra», что значит «отрезать». Принятие истинного решения означает взять на себя обязательство достичь результата, а затем отсечь все пути к отступлению. Если вы действительно принимаете решение, никогда больше не курить, перестаньте это делать, с этим покончено. Вы не можете даже подумать о том, чтобы закурить. Если вы один из тех людей, кто когда-либо испытал таким образом силу решения, то наверняка догадываетесь, о чем я сейчас говорю. Алкоголик знает, что даже если после многолетнего полного воздержания он позволит себе сделать хотя бы один глоток, то ему придется начинать все сначала. После принятия истинного решения, пусть жесткого, большинство из нас испытывают огромное чувство облегчения. Мы взяли это препятствие, и все мы знаем, как это здорово чувствовать, что имеешь четкую, непоколебимую цель. Вот эта четкость и дает вам силу. Она способствует получению результатов, к которым вы стремились всю свою жизнь. Для большинства из нас проблема состоит в том, что мы не принимаем никаких решений так долго, что забываем, на что похоже это чувство. У нас вялые мышцы принятия решений. У некоторых людей возникают трудности даже при решении, что им заказать на обед. Итак, как же укрепить эти мышцы? Заставить их работать. Лучшее решение находится при поиске их наибольшего количества. Затем тщательно изучить каждое, включая даже те, которые кажутся неподходящими. Они обеспечат нас ценными отличительными особенностями, которые позволят сделать лучшие оценки и, следовательно, принять лучшее решение в будущем. Поймите, что принятие решений подобно любому навыку, направленному на улучшение, срабатывает тем лучше, чем чаще вы его используете. Чем чаще вы принимаете решения, тем больше будете осознавать, что действительно контролируете свою жизнь. Вы будете готовы к будущим проблемам и будете относиться к ним как к благоприятным возможностям проявить свои способности и поднять жизнь на качественно новый уровень. Я не могу переоценивать эту силу и значение приобретения хотя бы одной единственной отличительной особенности кусочка информации, которая может быть использована для изменения направления вашей жизни. Информация, если она запущена в действие, это огромная сила, и одним из моих критериев твердого решения является то, что действие вытекает из информации. Главное, что вы никогда не знаете, когда можете ее получить. Причина, почему я прочел 700 книг, прослушал массу кассет и посетил так много семинаров, заключается в том, что я понял силу одной единственной отличительной особенности. Она может оказаться на следующей странице или в следующей главе этой книги. Это даже может быть уже что-то вам известное, но почему-то именно в этот момент она всплывает на поверхность и начинает вам помогать. Помните, что повторение мать учения. Отличительные особенности вдохновляют нас на принятие лучших решений и, следовательно, создают результаты, которых мы желали. Отсутствие определенных отличительных особенностей может вызвать у вас большие огорчения. Например, многие из наиболее известных людей нашего времени осуществили свои мечты, но так и не нашли возможности насладиться этим. Они часто прибегали к наркотикам, так как чувствовали себя несостоявшимися. Это происходило, потому что они перестали отличать понятие достижения цели от жизни в соответствии со своими ценностями, о чем вы узнаете дальше. Другим отличием является то, что многие люди не имеют причин для страданий. Все дело в принципах. Это другой ключевой элемент, который мы исследуем в нашем путешествии при следующем цель открыть свое «я». Иногда отсутствие определенной отличительной особенности может стоить вам всего. Люди, которые мало двигаются, все-таки продолжают есть жирную пищу, вредя артериям и тем самым вызывая сердечные приступы. Большую часть своей жизни я следовал тому, что известный эксперт по бизнесу доктор Эдвардс Деминг называет глубоким знанием. Для меня глубокое знание – это любое простое отличие, стратегия, убеждения, навык или средство, которое мы можем использовать в ту же минуту, когда это осознаем, чтобы достичь немедленного улучшения в качественном уровне нашей жизни. Эта книга и вся моя жизнь представляют собой обязательство следовать глубокому знанию, которое имеет универсальное применение для улучшения нашей личной и профессиональной жизни. Я постоянно стремлюсь поделиться этим знанием с людьми, но так, чтобы действительно воодушевить их на улучшение умственного, эмоционального, физического и финансового состояния. Именно в моменты принятия решений и формируется ваша судьба. Энтони Роббинс Вашей судьбой управляют три решения, которые вы принимаете в каждый момент своей жизни. Они определяют, что вы замечаете, как себя чувствуете, что будете делать, какой внесете вклад в общее дело и, наконец, кем станете. Если вы не контролируете эти три решения, значит, не контролируете свою жизнь. А если контролируете, то тем самым накапливаете свой опыт. Вот эти три решения. Первое. Ваше решение относительно того, на чем фокусировать свое внимание. Второе. Ваше решение относительно того, какое значение имеют для вас те или иные вещи. Третье. Ваше решение относительно того, что делать, чтобы достичь желаемых результатов. Как видите, это не касается того, что происходит с вами сейчас или произошло в прошлом и что определяет, кем вы станете в будущем. Скорее, это ваше решение относительно того, что принимать во внимание, что те или иные вещи значат для вас и что вы собираетесь с ними делать, что будет определять вашу основную судьбу. Знаете, если кто-нибудь наслаждается большим успехом, чем вы в той или иной области, то это значит, они принимают эти три решения иначе, чем вы, в смысле контекста или ситуации. Ясно, что Эд Робертс сделал выбор, сосредоточив свое внимание не на том, на чем сосредоточилось бы большинство людей в его положении. Он сделал необычный выбор. Для него его физические страдания послужили вызовом. То, что он решил сделать, было связано с изменением жизни других людей, которые находились в подобном положении. Он полностью посвятил себя тому, чтобы улучшить их жизнь, сделать ее более комфортной. Я не знаю более вдохновляющей силы, чем упорное стремление человека улучшить свою жизнь с помощью сознательного усилия. Генри Дэвид Торо Многие из нас не принимают большинство решений сознательно, особенно эти три очень важные. Ну а поступая так, мы платим более высокую цену. В сущности, подавляющая масса людей живет по принципу, который я называю Ниагарским синдромом. Я считаю, что жизнь подобна реке, и люди плывут по волнам жизни, не принимая никогда реальных решений относительно того, к какому берегу они хотят прибиться. Поэтому часто они полагаются на волю волн, текущих событий, текущих страхов, текущих проблем. Когда они подходят к развилке реки, то сознательно не могут решить, куда следовать, какое направление будет для них правильным. Они просто плывут по течению, становятся частью людской массы, управляемой обстоятельствами, вместо того, чтобы руководствоваться своими ценностями. В результате они чувствуют, что утратили контроль над собой, и остаются в этом бессознательном состоянии до тех пор, пока в один прекрасный день грохот ревущих волн не разбудит их. И тут они обнаруживают, что находятся в полутора метрах от Ниагарского водопада в лодке без весел. В этот момент они восклицают «Стремниено!», но уже оказывается слишком поздно. Им ничего не остается, как упасть в пропасть вместе с потоками воды. Иногда это всего лишь эмоциональное падение. Эта аналогия показывает, что какие бы проблемы не возникали в вашей жизни в настоящий момент, их можно было бы избежать, приняв лучшее решение плыть против течения. Как же мы можем что-то изменить, если захвачены врасплох бурлящим речным потоком? Нужно либо принять решение пустить в ход оба весла и изо всех сил грести в другом направлении, либо решить обдумать все заранее. Наметьте маршрут, куда вы действительно хотите плыть, и составьте план или карту с тем, чтобы можно было принимать обдуманные решения по пути следования. И хотя вы, может быть, никогда не задумывались над этим, ваш мозг уже спроектировал внутреннюю систему для принятия решений. Эта система действует как невидимая сила, направляя все ваши мысли, действия и чувства, как хорошие, так и плохие, в каждый момент нашей жизни. Она контролирует ваши оценки всего, что происходит в жизни, и приводится в действие в основном вашим подсознанием. Печально то, что большинство людей никогда сознательно не создают эту систему. Она вырабатывается с годами, с помощью таких разнообразных источников, как родители, воспитатели, учителя, телевидение, реклама и вся культура общества в целом. Эта система состоит из пяти компонентов. Первый – ваши исконные убеждения и неосознанные принципы. Второй – ваши жизненные ценности. Третий – ваши подтверждения. Четвертый – привычные вопросы, которые вы задаете себе. И пятый – эмоциональное состояние, которое вы испытываете каждую минуту. Синергетическая связь этих пяти элементов порождает силу, отвечающую за побуждение вас к действию или удерживание от него, заставляет стараться не думать или, наоборот, беспокоиться о будущем, испытывать чувство любви или отверженности и навязывает вам уровень успеха или счастья. Она определяет, почему вы делаете то, что делаете, и почему не делаете того, что, как вы знаете, необходимо сделать. Изменяя любой из этих пяти элементов, неважно какой, вы можете немедленно произвести существенные изменения в своей жизни. А что еще важнее, вы будете вести борьбу с причиной, а не со следствием. Помните, если вы постоянно переедаете, то действительной причиной этого обычно является проблема ценности или убеждений, а не проблема самой пищи. Через всю эту аудиокнигу «Шаг за шагом» я поведу вас по пути открытия того, как устанавливается ваша основная система принятия решений, и вы осуществите простые изменения, чтобы согласовать эту систему с вашими желаниями и не позволять прошлым обстоятельствам управлять вами. Вы готовы пуститься в это увлекательное путешествие, открывающее вам, кто вы есть на самом деле и что заставляет вас делать именно то, что вы делаете. Благодаря этой особой силе вы сможете понять систему принятия решений, которую используют ваши деловые партнеры, супруга или другие близкие вам люди. В конце концов, вы сможете понять также их поступки. К счастью, мы можем пренебречь этой системой, принимая сознательные решения в любой момент своей жизни. Не нужно позволять нашему прошлому программировать наше настоящее и будущее. С помощью этой аудиокниги вы сможете заново открыть себя путем систематического пересмотра своих убеждений и ценностей с тем, чтобы они помогли вам сформировать новую жизнь. «Меня так просто не обескуражишь, потому что каждая неудачная попытка является для меня еще одним шагом вперед» Томас Эдисон. «Есть одно основное препятствие для истинного использования силы решения. Мы должны преодолеть свои опасения относительно того, что примем неправильное решение. Несомненно, в жизни вы будете принимать много неправильных решений. Нужно закрутить гайки потуже. Я, разумеется, тоже не всегда принимал правильные решения, далеко не всегда. Но я и не надеялся на это. Вряд ли и в будущем я буду всегда принимать верные решения. Я установил для себя, что независимо от принимаемых решений, постараюсь быть гибким, учитывать последствия, учиться на них и использовать эти уроки для принятия лучших решений в будущем. Помните, истинный успех является результатом правильной оценки. Правильная оценка является результатом опыта, а опыт часто оказывается результатом неправильной оценки. Эти примеры кажущегося неудачного или даже причиняющего страдания опыта являются наиболее важными. Когда люди преуспевают, у них наблюдается тенденция успокоенности. Когда они терпят неудачи, то начинают размышлять и находят новые возможности, которые поднимут качественный уровень их жизни. Мы должны взять за правило учиться на собственных ошибках, а не заниматься самобичеванием. В противном случае мы обрекаем себя на повторение прежних ошибок в будущем. Не менее важным, чем личный опыт, является чей-нибудь живой пример. Пример человека, вырулившего на стремнину раньше вас и имеющего точную карту направления течений, по которой вы можете ориентироваться в своем движении. Такой живой пример вы можете иметь в сфере финансов, личных взаимоотношений в области здоровья, профессиональной деятельности и любых других жизненных аспектах, в которых хотите преуспеть. Они могут избавить вас от многих лет страданий и удержать от попадания водопады. Возможно, будут периоды, когда вы окажетесь одни на реке жизни, и тогда вам придется самостоятельно принять ряд важных решений. Если вы захотите учиться на собственном опыте, то даже те моменты, которые вы возможно считали тяжелыми, ключевыми отличиями, которые вы будете использовать для принятия лучших решений в будущем. В сущности, любой весьма преуспевающий человек, какого вы только можете встретить, скажет вам, если, конечно, будет искренним, что причина его успеха заключается в том, что он принимал больше правильных решений, чем вы. Участники моих семинаров часто спрашивают меня, сколько, по вашему мнению, мне потребуется времени, чтобы по-настоящему овладеть этим навыком? И я немедленно отвечаю, а сколько вы хотите, чтобы вам его потребовалось? Если вы предпринимаете какое-то действие десять раз в день и приобретаете соответственно подсознательный опыт, в то время, как другие люди занимаются освоением нового навыка раз в месяц, то у вас будет десятимесячный опыт за один день, вы скоро владеете данным навыком и, возможно, вас будут считать талантливым и везучим. Я стал прекрасным публичным оратором, потому что заставлял себя говорить не раз в неделю, а три раза в день с любым, кто соглашался меня слушать. В то время, как другие в моей организации имели сорок восемь выступлений в год, у меня бывало почти столько же в течение двух недель. За месяц я приобретал двухлетний опыт, а за год десятилетний опыт роста. Мои помощники говорили, что мне повезло, что у меня врожденный талант к этому. И я пытался объяснить им то, что говорю вам сейчас. Мастерство приобретается за такое время, за какое вы хотите его приобрести. Между прочим, вы думаете, что все мои речи восхитительны? Это далеко не так. Но я убежден, что каждое выступление чему-то учит меня, и что так или иначе я оттачиваю свои навыки, пока не достигну такого уровня, когда смогу войти в какую угодно аудиторию и достучаться до людей любых слоев общества. Не важно, какова степень вашей подготовки. Одно я могу вам абсолютно точно гарантировать. Если вы плывете по реке жизни, то вполне вероятно, что будете налетать на подводные камни. И в этом нет ничего негативного, все дело в точности. Когда вы сели на мель, вместо того, чтобы проклинать себя за неудачи, вспомните, что в жизни нет неудач. Есть только результаты. Если вы не получили желаемых результатов, извлеките урок из этого опыта с тем, чтобы иметь подтверждение относительно того, как выработать лучшее решение в будущем. Мы либо ищем путь, либо сами прокладываем его. Ганнибал Одним из наиболее важных решений, которые вы можете принять с гарантией долгосрочного счастья, является решение использовать все то, что жизнь дает вам в данный момент. Истина в том, что нет ничего такого, чего вы не могли бы осуществить, если 1. Четко решите, чего именно вы должны достичь. 2. Захотите предпринять существенные действия. 3. Заметите, что срабатывает, а что нет. 4. Будете продолжать изменять свой подход до тех пор, пока не достигнете желаемого, используя все, что жизнь подбрасывает вам на пути. Каждый, кто преуспел, преодолел эти четыре ступени и исследовал максимальные формули успеха. Одной из моих любимых историй максимального успеха является история мистера Сейхира Хонде, основателя корпорации, которая носит его имя. Подобно всем компаниям, независимо от их размера, Хонда Корпорейшн началась решение из страстного желания добиться какого-нибудь результата. В 1938 году, еще учась в школе, мистер Хонда вложил все, чем владел, в маленькую мастерскую, где начал разрабатывать свою концепцию поршневого кольца. Он хотел продать свою работу компании Тойота Корпорейшн и поэтому трудился днем и ночью, пока его локти не начали лосниться от смазочных масел, а сам он не засыпал в механической мастерской, твердо веря, что сможет добиться нужного ему результата. Чтобы удержаться в бизнесе, он даже заложил драгоценности своей жены. Но когда наконец завершил работу с поршневыми кольцами и представил их в Тойота Корпорейшн, ему сказали, что они не отвечают стандартам этой компании. Его отослали обратно в школу еще на два года, где он был осыпан насмешками своих инструкторов и сокурсников, которые уже тогда говорили, насколько абсурдны его проекты. Но вместо того, чтобы поддаваться горькому чувству разочарования от неудавшегося опыта, он решил продолжать свой путь к поставленной цели. Наконец, спустя еще два года, Тойота заключила с мистером Хондо долгожданный контракт. Его неистовое стремление и вера были оплачены сполна, потому что он знал, чего хочет, предпринимал действия, отмечал, что срабатывает и продолжал менять подход к делу до тех пор, пока не получил того, что ему было нужно. Но тут возникла новая проблема. Правительство Японии готовилось к вступлению в войну и отказалось выделить ему бетон, необходимый для постройки завода. Но разве это его остановило? Нет. Разве он сосредоточился на том, как все это несправедливо? Считал ли он, что его мечте пришел конец? Ни в коем случае. Он опять-таки решил использовать имеющийся опыт и разработал другую стратегию. Вместе со своей командой он изобрел способ изготовления собственного бетона, а затем построил завод. Во время войны этот завод дважды бомбили, в результате чего были разрушены основные производственные секторы и какова же была реакция Хонды. Он немедленно собрал свою команду и они стали собирать недостающие канистры с керосином, которые бросали солдаты США. Он называл их подарками от президента Трумана, так как они обеспечивали его сырьем, необходимым для производственных процессов, материалом, которого не было в то время в Японии. И вот после того, как он пережил все это, на его голову свалилось новое несчастье. Землетрясение сравняло его завод с землей. Хонда решил продать свой процесс обработки поршней компании Тойота. Вот вам человек, четко определивший свои решения для достижения успеха. У него было сильное стремление и вера в то, что он делал. У него была превосходная стратегия, он предпринял глобальные действия, он все время менял свой подход к делу, но все-таки не добился результатов, которых обязался достичь. Тем не менее, он принял решение упорно продолжать задуманное. После войны Япония испытывала огромную нехватку керосина, и мистер Хонда не имел возможности ездить на своем автомобиле даже в поисках еды для своей семьи. Тогда, находясь на грани отчаяния, он пристроил к своему велосипеду маленький двигатель. И вскоре соседи уже спрашивали его, не может ли он сделать такой же моторизованный велосипед и для них. Один за другим они вскакивали на свои новые велосипеды, пока у него не закончились двигатели. И Хонда решил построить завод по производству двигателей для своего нового изобретения, но, не было капитала. Как и прежде, он принял решение найти хоть какой-нибудь способ выкрутиться. Его решение заключалось в обращении к 18 тысячам владельцев велосипедных магазинов Японии, сделанном в виде персональных писем каждому. Он писал им о том, какую роль они могли бы сыграть в обновлении Японии благодаря мобильности, которую обеспечило боевое изобретение, и убедил 5 тысяч из них дать ему авансом необходимый капитал. Тем не менее, его мотоциклы покупали только энтузиасты, любители велосипедов, так как они были слишком большими и громоздкими. Поэтому Хонда сделал еще одну последнюю корректировку и создал значительно более легкий, более компактный вариант мотоцикла. Он принес Хонде неожиданный успех и императорскую награду. Позднее Хонда начал экспортировать свои мотоциклы для молодежи в Европу и Соединенные Штаты, упорно усовершенствуя их, пока в 70-х годах не заменил их автомобилем, который приобрел огромную популярность. Сегодня Хонда Корпорейшн, имеющая 100 тысяч служащих как в Соединенных Штатах, так и в Японии, считается одной из самых крупных ферм по производству автомобилей в Японии. Особым спросом на рынке Соединенных Штатов пользуется автомобиль марки Тойота, благодаря тому, что один человек понял силу настоящего, обязательного к исполнению решения, в соответствии с которым действовал, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Хонда, конечно же, знал, что иногда, предпринимая какое-нибудь решение и предпринимая действия, на первых порах кажется, что оно не сработает. Для того, чтобы преуспеть, вы должны сосредоточиться на долгосрочной цели. Большинство встречающихся на нашем жизненном пути проблем, типа постоянного потакания себе при переедании, употреблении алкогольных напитков или курении, чувство подавленности и отказа от своей мечты происходят от кратковременной направленности. Успех и неудача не являются неожиданными явлениями. Они являются результатом ряда незначительных решений, которые в какой-то момент привели к сбою. Это неудачи, которые требуют продолжения начатого. Это неудачи, которые требуют действия, упорства. Это неудачи, которые требуют контроля над нашим душевным и эмоциональным состоянием, а также над тем, на чем мы сосредоточиваемся. И наоборот, успех является результатом принятия незначительных решений, подняться до более высокого стандарта, жертва чем-либо, дать пищу своему разуму, а не позволять обстоятельствам управлять вами. Эти незначительные решения и создают жизненный опыт, который мы называем успехом. Нет такого человека или такой организации, которые стали бы преуспевающими, опираясь на краткосрочную цель. В национальном масштабе большинство проблем, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся, являются результатом неумения и обдумывать потенциальные последствия принятых нами решений. Наш кризис, проблема в балансе торговли, бюджетный дефицит, недостаток образовательного уровня, проблемы с наркотиками или алкоголем являются результатом узкого мышления. Это типичный случай Ниагарского синдрома. В то время, как вы стремительно несетесь по реке, сосредоточив все свое внимание на том, как бы не налететь на очередной порог, вы не видите или не можете посмотреть вдаль, чтобы избежать падения с водопада. Являясь частицей общества, мы так сосредотачиваемся на мгновенных удовольствиях, что часто наши краткосрочные решения становятся долгосрочными проблемами. Наши дети, учась в школе, с трудом удерживают внимание, чтобы что-то обдумать или запомнить, и получают лишь частичное образование, потому что у них выработалось привыкание к немедленному удовольствию благодаря постоянному увлечению видеоиграми, телевизионными коммерческими передачами. Как нация, мы имеем самый высокий за историю существования человечества процент детей с избыточным весом из-за нашего безжалостного стремления следовать моде быстрого приготовления пищи, например, пудингов и шоколадного печенья в микроволновой печи. В бизнесе также эта направленность на краткосрочные цели может оказаться смертоносной. Вся эта полемика вокруг бедствия с Эксон-Вальдос могла бы быть предотвращена, если бы предварительно было принято одно несложное решение. Эксон могла бы снабдить свои танкеры двойными днищами, а одно это действенное решение предотвратило бы разливание нефти в случае столкновения танкеров. Но нефтяная компания не сделала этого выбора, поскольку не желала смотреть дальше своего носа и учитывать всевозможные проблемы в будущем. В результате крушения и разливания нефти, Эксон обязана была выплатить чудовищную сумму – 1 миллиард 100 миллионов долларов в качестве некоторой компенсации за нанесенный огромный экономический ущерб, не говоря уже о неизмеримом экологическом бедствии на Аляске и в окружающих ее районах. Решение настроить себя на долгосрочные результаты, а не на краткосрочные затруднения, так же важно, как и принять любое решение в жизни. Неумение делать это может повлечь не только крупные финансовые или социальные неполадки, но иногда даже сильные личные переживания. Один молодой человек, о котором вы, возможно, слышали, бросил институт, так как решил, что не намерен больше ждать, когда осуществится его мечта стать знаменитым музыкантом. Но эта мечта не скоро стала реальностью. В сущности, к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, он начал опасаться, что принял неправильное решение и что никто никогда не полюбит его музыку. Он играл в барах на пианино, лишился квартиры, спал черт знает где, не имея собственного пристанища. Единственное, что его поддерживало, это его романтическая связь. Но вскоре подружка решила оставить его, и когда она ушла, он оказался на грани отчаяния. Все его мысли тотчас сосредоточились на том, что он никогда больше не найдет такой красивой женщины, как она. Он считал, что его жизнь кончена и решил покончить с собой. К счастью, прежде чем это сделать, он пересмотрел свои возможности и решил вместо этого зарегистрироваться в институте сознания. Проведя там какое-то время, он получил несколько новых подтверждений относительно того, каковы были реальные проблемы. Позднее, вспоминая это, он говорил «О, я никогда не паду так низко опять». И теперь он заявляет «Это было лучшее, что я сделал в жизни, потому что я никогда не испытывал к себе чувства жалости. С тех пор любая проблема – ничто по сравнению с тем, через что, как я видел, приходится проходить другим людям». Взяв на себя новые обязательства и следуя своей долговременной мечте, он мало-помалу добился всего, чего хотел. Кто же этот человек? Билли Джоэл. Можете ли вы представить, что этот человек, у которого миллионы почитателей и который женат на супермодели Кристи Бринкли, когда-то беспокоился о качестве своей музыки или боялся, что не найдет такой же красивой женщины, как его прежняя подружка? Запомните, то, что кажется неосуществимым сегодня, может обернуться феноменальным успехом в будущем. Билли Джоэл смог вытащить себя из депрессии, приняв три решения, с помощью которых мы можем контролировать каждый момент своей жизни. На чем сосредоточиться, какое значение это имеет в нашей жизни и что нужно сделать, невзирая на проблемы, которые могут возникнуть и ограничить наши действия. Он поднял свои стандарты, укрепил их новыми убеждениями и реализовал стратегии, которые, как он был уверен, должен реализовать. Одним из убеждений, которые я выработал, чтобы преодолеть наиболее тяжелые для меня времена, является следующее. Если Бог откладывает, то это еще не значит, что он отказывает. Часто то, что кажется невозможным для выполнения за короткий срок, становится весьма возможным на долгосрочную перспективу, если проявить упорство. Для того, чтобы преуспеть, нам нужно научить себя постоянно думать на перспективу. Метафора, которую я использую, чтобы напомнить себе об этом, это сравнение жизненных взлетов и падений со сменой времен года. Ни один сезон не длится вечно, в природе есть время посадки, созревания, отдыха и возрождения. Зима не бесконечна, и даже если у вас сегодня полно проблем, вы не можете остановить приход весны. Для одних людей зима означает бездействие, для других – бобслей и катание на лыжах с горных вершин. Вы всегда можете подождать, пока кончится этот сезон, но почему бы не сделать из него время, о котором вы будете вспоминать с радостью? Использование силы решения. Для начала позвольте мне дать вам шесть коротких советов, которые помогут использовать силу решений, формирующую ваш жизненный опыт в каждый данный момент. Совет первый. Не забывайте об истинной силе принимаемых решений. Это средство, которое вы можете использовать в любой момент, чтобы изменить всю свою жизнь. В минуту принятия нового решения вы приводите в движение новый мотив, следствие, направление и место назначения своего жизненного пути. В этот момент начинает меняться ваша жизнь. Помните, что когда вы чувствуете себя подавленным, или вам кажется, что у вас нет выбора, что такое случается только с вами, вы можете все это изменить, стоит лишь остановиться и принять решение сделать то или иное. Помните, что реальное решение измеряется каким-то новым действием. Если нет никакого действия, значит, не было принято реального решения. Совет второй. Осознайте, что самым трудным шагом в достижении любой цели является принятие на себя твердого обязательства, реального решения. Выполнить взятые на себя обязательства часто бывает легче, чем принять само решение. Поэтому принимайте решение обдуманно, но быстро. Не ломайте долго голову над вопросом, как сделать или сможете ли вы сделать то или другое. Исследования показали, что наиболее преуспевающие люди принимают решение быстро, так как у них четко определены ценности, и они точно знают, чего хотят от жизни. Те же исследования показывают, что эти люди неохотно меняют свои решения, если вообще меняют их. С другой стороны, невезучие люди обычно медленно принимают решения и быстро их меняют, мечутся то туда, то обратно. Просто примите решение. Помните, что принятие решения – это уже своего рода действие, поэтому подходящим определением для решения могла бы быть информация к действию. Вы поймете, что действительно приняли решение, если из него вытекает действие. Оно становится причиной, побуждающей к действию. Часто осознание принятого решения помогает достигнуть более глобальной цели. Основное правило, которое я выработал для себя, гласит – никогда не отказывайтесь от решения, не предприняв сначала конкретного действия в направлении его реализации. Совет третий. Принимайте решение часто. Чем больше вы принимаете решений, тем качественнее они будут потом. Мышцы укрепляются от постоянной тренировки, тоже происходит и с принятием решений. Дайте волю своей энергии прямо сейчас, приняв несколько решений, которые вы до сих пор откладывали. Вы не представляете, какой заряд и подъем она создаст в вашей жизни. Совет четвертый. Учитесь на собственных решениях. Их нельзя обойти. Иногда вам нужно закрутить гайки независимо от того, что вы делаете. И когда случается неизбежное, вместо того, чтобы биться головой о стену, извлекайте из этого что-нибудь полезное. Спросите себя, что в этом хорошего, чему я могу здесь научиться. Эта неудача может оказаться неожиданным даром, если вы сумеете использовать ее для принятия лучших решений в будущем. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на кратковременных недостатках, примите это как познавательные уроки, которые помогут вам сэкономить время, деньги и сберечь эмоциональное состояние, а также дадут возможность преуспеть в будущем. Совет пятый. Оставайтесь верны своим решениям, но проявляйте гибкость в подходе к ним. Как только вы решили, кем хотите стать, например, как личность, не ограничивайте себя в выборе средств для достижения этого. Но выбор на этом не закончен. Слишком часто, принимая решения относительно того, чего они хотят в своей жизни, люди выбирают наилучший путь, какой только видят в данный момент. Составляют план, а потом остаются глухи к альтернативным методам. Остерегайтесь проявлять негибкость в своем подходе к делу. Вырабатывайте искусство гибкости. Совет шестой. Наслаждайтесь процессом принятия решения. Вы должны знать, что в любой момент принятое вами решение может навсегда изменить весь ход вашей жизни. Любой впереди или позади вас стоящий человек или пассажир, сидящий рядом в самолете, любой очередной телефонный звонок, который вы сделаете или получите от других людей, просмотренный вами фильм, прочитанная книга или одна перевернутая страница могут явиться тем единственным толчком, который заставит быстрее бежать по жилам кровь, и все то, что так долго не получалось, вдруг встанет на свои места. Если вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь была полна энергии, вам нужно научиться жить с такой позицией ожидания. Несколько лет назад я принял одно, казавшееся незначительным решение. Оно в основном и сформировало мою жизнь. Я решил провести семинар в Денвере, штат Колорадо. Благодаря этому решению я встретился с леди по имени Бекки. Теперь ее второе имя Робинс, и она, несомненно, является одним из величайших подарков в моей судьбе. Во время того же путешествия я решил написать свою первую книгу, которая издана сейчас на 11 языках мира. Спустя несколько дней я решил провести семинар в Техасе и проработал неделю над собственной программой, а организатор этого семинара не заплатил мне за это мероприятие, он скрылся из города. Очевидцем, с которым можно было переговорить, оказался агент по общественным связям, которого он нанял, женщина, очутившаяся в таком же бедственном положении. Она стала впоследствии моим литературным агентом и помогла опубликовать первую книгу. В результате я имею счастье поделиться с вами этой историей. В тот же период я решил взять себе партнера по бизнесу. Я не посчитал нужным предварительно изучить его характер, что было плохим решением с моей стороны. В течение года он растратил четверть миллиона долларов и повесил на мою корпорацию долг в 758 тысяч долларов. В то время я постоянно находился в дороге, проведя за это время более двухсот семинаров. К счастью, я сделал выводы из своего неудачного решения и принял более разумное. Несмотря на советы многочисленных экспертов, убеждавших меня в том, что единственный способ выжить для меня – это объявить себя банкротом, я решил поискать другой путь и добился одного из величайших успехов в своей жизни. Я поднял свою компанию на совершенно новый уровень, и то, чем у меня научил сей горький опыт, не только принесло долговременный успех моему делу, но также обеспечило многими примерами для нейроассоциативной обусловленности и методики неизбежности, с которыми вы познакомитесь в этой аудиокниге. «Жизнь – это либо рискованное приключение, либо пустота» – Хелен Келлер. Итак, какую же наиболее важную особенность можно выделить из этой главы? Знать, что ваши собственные решения, а не обстоятельства, определяют вашу судьбу. Прежде чем мы изучим методику изменения образа нашего мышления и чувств, которые испытываем каждый день в своей жизни, я хочу вам напомнить, что в итоге все, что вы узнаете из данной аудиокниги, бесполезно. Любая прочитанная вами книга, прослушанная кассета, семинар бесполезны, если вы не решите все это использовать. Помните, реально принятое решение представляет силу, которая изменит вашу жизнь. Эта сила, доступная вам в любой момент, если только вы примете решение, использовать ее. Докажите себе, что сейчас приняли решение. Примите одно или два решения, которые откладывали. Одно более легкое, а другое сложнее. Докажите себе, что вы можете сделать. Прямо сейчас остановитесь, примите одно четкое решение и предпримите первый шаг к его выполнению. Выполняя его, вы будете наращивать эту необходимую мышцу, которая укрепит ваше стремление изменить свою жизнь. Мы с вами знаем, что и в будущем нам не избежать проблем. Но, по примеру Леха Валенсу и народов Восточной Европы, если вы решили преодолеть стену, то можете либо взобраться на нее, либо пробить в ней дыру, либо сделать подкоп, либо найти дверь. Неважно, насколько крепка стена, ничто не обладает такой силой, чтобы устоять против упорства человека, решившего ее свалить. Человеческий дух поистине не сгибаем. Но воля к победе, желание преуспеть, сформировать свою жизнь, взять события под контроль эффективны лишь тогда, когда вы решите, чего хотите, и поверите в то, что нет ни обстоятельств, ни проблем, ни препятствий, которые могут удержать вас от этого. Как только вы решите, что вашу жизнь будут формировать не внешние события, а ваши решения, тогда в этот самый момент ваша жизнь изменится навсегда, и вы будете способны взять ее под контроль. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего!